Всем привет! С вами снова Ольга и сегодня я хотела бы показать вам, чем, как кормят корейских детей в садике. В корейских садиках, как и во многих других странах сейчас, наверное, уже принято вести онлайн-трансляции и дневники, куда выкладывают видео, фотографии, отчеты, всевозможные объявления и прочую необходимую информацию. Так вот, я решила скачать фотки наших обедов за последние полторы недели. И мне показалось, что вам будет интересно посмотреть, что же едят корейские дети. Вообще, детей кормят не только полноценным обедом в садике. Утром им дают чук. Это такая каша, которая варится не на молоке, как принято в России, а на всевозможных бульонах с добавлением морепродуктов, птицы, мяса, овощей и так далее и тому подобное. Рецептов и способов приготовления этой каши сотни и тысячи. Это блюдо можно сравнить с итальянским ризотто. Кто не знает, можете погуглить. Также детей кормят полдником в виде молока и булочки обычно, но снимают для родителей и выкладывают в интернет-дневник обычно только обед. Поэтому покажу то, что есть. Кстати, если ваш ребенок остается в продленке, то есть до вечера в садике, то кормить будут еще и вторым обедом. Но это само собой разумеется, голодным не оставят, естественно. Ну что, поехали. Качество фото не очень, но я тут ни при чем. Итак, день первый. Что у нас здесь? Рис с добавлением всяких злаков, как основной продукт. Дальше он будет повторяться везде, каждый день. Не острое кимчи из пекинской капусты, суп из говядины, грибов и тофу. Тофу или тофу, как по-русски я не знаю точно, по-корейски это будет тубу. Панчан из перепелиных яиц в соевом соусе маринованных. Панчан из брокколи, картофеля и паприки. Следующий день. Также обогащенный злаками рис, суп с мидиями и проростками сои, жаркое из свиных ребер с овощами, кимчи из редьки и жареные грибы с брокколи. День третий. Рис, суп из шпината на основе пасты твендян, это ферментированная паста из ферментированных бобов. Панчан из корня лотоса, панчан из филе утки с паприкой и кимчи из пекинской капусты. Едем дальше. День четвертый. Рис, суп из юбу. Юбу, я не нашла перевод этого японского продукта. Вот, поэтому не знаю, как это будет по-русски. Омлет тоже в японском стиле. Говядина жареная со стеблем лопуха. Кимчи, куда же без нее. День пятый. Рис. Грибной суп, опять-таки на бульоне из ферментированной сои. Тушеная курица с бататом, это сладкий картофель такой. Панчан, такое желе из желудей с сушеными водорослями ким. И кимчи из редьки. Так, пошла следующая неделя. День первый. Рис, суп мисо с ботвой. Да-да, не смейтесь, ботва в Корее считается полезней самих корнеплодов. И это научно обосновано. Дальше у нас идет рыба. По-моему, это макрель. В индийском соусе карри. Панчан из свежего шпината. И редька кимчи. День второй. Рис с пшеном. Суп мисо или твенджан. Кук в Корее он называется. Как вам больше нравится. Просто в Японии едят точно такой же суп. Там он называется мисо. А в Корее он называется твенджанку. С тофу и зеленым кабачком. Панчан чапче. Это такая стеклянная лапша. С грибами и овощами. Перемешивается. Все это заправляется кунжутным маслом. Обалденно вкусное блюдо. Дальше. Панчан из тофу с кунжутным семенем. Под соевым соусом. Ну и, конечно же, кимчи. Последнее, наверное, вот покажу. Так как можно до бесконечности. Опять же, рис. Суп из проростков сои. Хэмульчон. Это такая корейская пицца из морепродуктов. Тофу, яйца и овощей. Ну тоже бывают всякие разные вариации. Панчан из брокколи и кимчи. Все. Все. Но, я надеюсь, вам было интересно. Все-таки кухня, как вы видите, сильно отличается от привычной нам. Рис всему голова в Корее, как у нас хлеб. Супы чаще всего на основе ферментированной сои. Как вы знаете, ферментированная соя это замена сырам, йогуртом. Крайне редко используется мясной бульон. Супы всегда легкие. Пустые, как сказали бы наши, да, мужчины, когда приезжают в Корее, говорят, пустые супы какие-то. В общем, супы всегда легкие. И кимчи всегда будет обязательно. Без нее вообще никуда, корейцы. Остальное все меняется. Вот эти панчаны все. И в течение одного месяца не повторяются. То есть нам выдают список, меню на месяц. И мы смотрим, какие разные там используются панчаны заранее. Садик наш обычный. Мы платим только за дополнительные занятия. Остальное оплачивает государство. Еда в садиках и школах в Корее бесплатна. Школьное меню похоже на садиковское. Только там есть варианты. И ребенок сам может выбирать их несколько, немного. Буквально там из двух-трех вариантов они могут выбирать себе какую-то еду. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok